Североамериканская дерби 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 Ликвид Североамериканская дерби 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 Для ребят из команды Североамериканская дерби Североамериканская дерби Станислав понимает, что он попал по снайперу И попал чертовски плотно Североамериканская дерби Североамериканская дерби Североамериканская дерби Североамериканская дерби С АБЦ. Ты не знаешь, откуда будет последний игрок. То есть он может быть откуда угодно. Everywhere. Ты должен был там кинуть дым и ставить, но не так, как это... Не, ну они кинули дым, но ставить стали как-то непонятно. Возможно, как раз и ожидали увидеть парня из девятки, поэтому... У нас изменения, у нас поджим от Твиста, и в этот момент Сюи уходит четвертым на точку А. Ну и вопрос нет, возвращается. Твист говорит, нет, дружище, что-то мне здесь не нравится. Вернись, там тоже связка сказала, никого ближе нет. Тут уже пошла фишечная игра с пистиками. хотели подсадочку сыграть против Твиста, вот ждут опять же от него. Но он ее ждет постоянно. Тайминг может сработать против него, но он ее постоянно ждет. Он слышит сейчас вот эти все мулы. О-о-о-о. Ну не полезет. Не полезет. Зигзаг здесь, ребята, из команды Энер Дживидс. Кстати, вот такую штуку я наблюдал на Кьёльне. Я не помню просто, кто играл, но мне момент запомнился тем, что там мутилась подсадка, но был такой расклад. Игрок... Один игрок защиты на зигзаге падает вот против этой подсадки. Дальше влетает граната в дверь и просто прострел в эту доску. Вот так, как сейчас Сьюи, только в доску, где буст. И просто минус два. Ну и дальше уже был... Ой, бомба. Действительно простейший... Простейший прием этого выхода. Ну и здесь, в принципе, то же самое, только бескрасочного прострела по подвалу. А так все очень здорово. И продолжают ликвид набирать обороты. Слушай, ну вот это команда, которая реально хочет обойти Аст. У них, наверное, за прошлый год подгорело за такое количество финалов. Ну ты везде второй, да. И потом еще Астралисы забирают Грандслэм, забирают Мейджор. Я не знаю, закрепляются в топе с разрывом, ну просто феноменальным. Особенно на то время. Ну сейчас они подсадали, да. Настало, возможно, настало время ликвид. Ну посмотрим. У Клудная, наверное, была две недели. Посмотрим, сколько будет ликвид. Подсадочка. Ну что ж такое, ребята? Ну встаньте там все ровненько. Но... Эй, электричка. Ближайшее время так точно. Ну окей, попробовали. Почему бы и нет. Вопрос, что делать дальше. Теперь под монстры идут три игрока. Там же бомба. Поджим проверили. Оставили бриза. Сейчас тайминги для защиты неудобные. Вот из-за этой подсадки на самом деле ниточка к раунду была сбита и игроки защиты не совсем понимают, куда пойдет основной выход. Ну остаются поджимы. Шаги от ошибки Стюи. Шаги от ошибки Стюи. Ну не отпускает. Да, забирает Итан. Тут все-таки в итоге Итан ошибся. Отлично Стюи по ножкам и стрелял. Не было никакого игрока на размене, чтобы чем-то ответить. В итоге простейший entry kill. Ситуация 5-4. Там просто, почему я сказал, что в шаге это ошибки Стюи, потому что я думал, там флешку хоть Итану кинут какую-то. Все-таки не на раннем тайминге занимали и игрок защиты уже мог там оказаться. Мог сам себе что-то не кинуть. Короче, ненадежно, да, ненадежно сыграли. Ну там, понимаешь, там кидать самому себе это... Короче, моменталка там не получится. Возможно, ну понятно. Ну хоть, знаешь, как-то дернуть прицел сопернику. Хоть как-то. Элидж, хороший минус. Элидж тут вообще... Знаешь, ну возможно Итан не прочитал этот поджим, потому что в прошлом раунде там стоял твист. Я не подумал, ну не будут они повторяться два раза там на... Тут, походу, energy приплыли, и это сейв. Да, тут уже все понятно. Станислав, церк на секунду. Ну а вот и в такие моменты очень интересно. Знаешь, с Дабсом они так же играли, практически так же играли. Возможно, все-таки погорячился я, сказав, что проход капитанской должности и обязанностей прошел плавно. Возможно, команда еще пока привыкает к Станиславу. А возможно, они просто еще ничего не подготовили. Если честно, последний чемпионат, я уже говорил, что может быть не надо Дабса изгонять. Вроде бы и так все хорошо. Зачем им это, если пошла игра? И все так... Вроде бы неплохо по результату. Будет на самом деле забавно, если Дабс с командой Cloud9... Их уничтожат потом? Ну, потом, но где-нибудь, знаешь, в матче... Ну, например, в матче за слот. На какой-то крупный турнир. Или в плей-офф какого-то крупного турнира. Не в группе, а именно в плей-офф. Так, ну, шикарный должен был получиться... О-о-о-о! Не, ну, когда в тебя такое прилетает... Тут уже, конечно, аккуратная подсадка, чтобы забрать парня на токсике. Но парень на токсике не такой уж и простой. Да, это твист, друзья. Его прическа просто детектит эту подсадку. Что-то почувствовал, да. И сразу перевел прицел четко по таймингу. Опять же, интрикил от защиты. И с каждым раундом... Там, наверное... Чекают, проверяют. Умудряются на этой проверке еще сделать какие-то важные фраги. Ну и сейчас на длине начинается, в принципе, закваска. Финальная стадия этого раунда. Очень медленно пытались через снайперы... Ого! Что? Это незаконно! Твою налево! Вот это повтор! Надо! Надо повтор! Ёпа-пипа какая-то! Вы видели? Он... Это... Это нереально! Это нереально! Там просто можно проорать. Капитан Америка просто уничтожил. Реально Капитан Америка только что был. Это снайперская винтовка Капитана Америки. Бласт Про Сириас Режиссор. Режиссор, пожалуйста, покажи нам. Это... Сейчас увидим по-любому. Да, да. Чувак в Лос-Анджелесе уже должен сейчас нам показать. Это повтор? Нет. Повтор нам покажи. Ты что? Это момент всего матча, черт возьми. Но он перематывает. Все нормально, все хорошо. Так, друзья. Мы будем надеяться, что нам его покажут. По крайней мере, в аналитике точно его должны будут показать. Как оказалось, для меня сегодня самый интересный матч. Самый последний будет. Это Клауд Найн против Энерджи. Под названием «Месть Дапса». Под названием «Игра была равна». Это будет «Месть Дапса». Все нормально. Так, друзья. Нужен клип в чат срочно. Клип в чат, пожалуйста. Модераторы чат Твича. Я хоть... Блин, там... Ты видел? Он просто прыгнул с бампера тачки. Я не понял, как второй минус сделал. Поэтому я сам жду. Он прыгнул с бампера тачки и просто выстрелил в тот момент, когда подвис в воздухе. Это вот эта самая микросекундочка. И я думаю, в ту самую секунду, когда он выстрелил, игрок в противоположной команде был уже близок к расторжению контракта. Вообще с Киберспортом можно завязывать после такого. Ой, а сейчас от пистолета можно отлететь в следующем раунде после такого. Ой, ой, ой. Вот и Церк, друзья. Это классика. Ты выдаешь в одном раунде, а потом тебе просто приходит и забирает тэг. Ну что, здесь есть наплай? Что по стрельбе? Что по стрельбе, Ликвид? Короче, безумно фантастический раунд взяли парни, но как взяли, так и проиграли АВП. И АВП у Церка в руках, которое было у Нитро, завершает этот раунд в пользу команды Энерджи. Ну, раунд имени Церка. В ответ на раунд от имени Нитро. Стювей поспешил, не захотел разыгрывать ситуацию один на один. Он же, ну, бомба не стояла, ничто его не заставляло бежать сейчас на последнего игрока соперников. Но он все-таки был уверен в свои эмки, но забыл, что там АВИК с другой стороны уже подобранный. Который сбросил Нитрич как раз и промазал три шота. Ну, ладно, первый промахнулся два таким пастиком, настреливал. Это не считается, как говорится. Ну, вот Церк, конечно... Но Стювей сейчас мог не лезть. Стювей мог остаться играть один раз. Стювей мог вообще вытащить раунд. Он просто, видимо, завтыкал про АВП, хотя инфа должна была присутствовать у Стювей в этот момент. Ну, сам было, что там как раз там и упал АВИК в том самом месте, где и был игрок. А это еще и Церк оказался. О, неудобно и... Ну, видишь, как удача в каких-то моментах переходит от одной команде к другой. И в итоге Твист спокойно наказал Зигзаг, но на базе Б больше никого нету. И команда Энерджа, заполучив численное преимущество, пробует сейчас расправиться с Нитро. Моментально выигрывают по времени Нитро. Они забыли, что это... Оу! И какая была флешка провальная! Можно было делать минус, но Бриз все-таки закатал снайпера команды Ликвид. И теперь Твист попробует взять 1 в 2. Твист, кстати, выбрал путь поведения не самый простой. Он делал обход с респауна сейчас на центре. Ну, и здесь, наверное, длину пойдет, да. Рисковать. Просто, скорее всего, с банана будут смотреть коннектор. Хотя, как атака сыграла? Атака сыграла, да, атака зашла. Они сыграли с бомбой на КТ. Ну, то есть парни на шаг вперед тоже здесь уже думали, понимали прекрасно, что соперник не так-то и... Ну, так просто не отдастся без боя и будет пытаться играть ретейк. Кстати... Митро должно быть обидно. Он реально, если попал минус по шарикам, этот раунд выиграли бы, ребята. Да, ну, у него еще была возможность уйти в коннектор и остаться в живых, даже не доводя до этой перестрелки. О, какая шикарная могла быть граната, если бы они были красные, но чему быть, того не миновать. Ты не ожидал, что они так быстро выйдут, а что они будут делать? Они же моментально взяли и вышли, да, надо было как-то из-за плента пытаться это провернуть. А, вот он, энтери, на бое было это против буста. Ну, Тарик такие вещи делал. Дальше звено базы Б, ну, и все. Так, тык-тык и все. Ну, в итоге два раунда все-таки отмучили себе после старта трех, да, и это уже неплохо, и выбили экономику. Есть шанс теперь себе, как говорится, бесплатно забрать шестой. Вот, кстати, знаешь, последний Киолин от команды Liquid еще, чем мне запомнился, они же играли очень плотную катку с Na'Vi первую. Это был очень плотный матч и для Na'Vi, и для Liquid. На который Na'Vi выиграли, но по итогу проиграли 2-1, да? Ну, там, конечно, все мы знаем, что не... Короче, я ничего не хочу греть для команды Na'Vi, просто когда ты что-то говоришь про команду Na'Vi, особенно про конкретных игроков, потом в интернете на тебя выливается просто куча помойного, отборного. Вот, но, если честно, я думал, что Na'Vi во второй раз... Ого, 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 вот это наглостью я. Ну, говори про Na'Vi уже, давай. Так вот, я думал, что они со второго раза должны будут переехать Liquid. Ну, то есть они уже опыт этот получили, они должны были подстроиться под них. Но чем меня удивили Liquid? Они просто... Ты уже не верил? Я... Просто вот у Na'Vi в 1-6 такая штука была, еще у Zev's, да, вот этот момент. Они такие матчи играли, их было много, но... Так, подожди, здесь сейчас форс-раунд выигрывается. Так, твист 1-1. Что? 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 Что сказал? Контр-тера или терра? Кто выиграл? Контр-тера есть win. Контр-тера есть win, это взятый раунд. Не понял, чувак. Сейчас. Ну, вот этот повтор нам показывают. Смотри. Или 2 в 5. Смотри, смотри, смотри. И вот здесь вообще суперчеткий момент. Стеуя отвлек на себя внимание, выиграл много времени, проманцевался с плента. И когда его два игрока почти забрали, появился тиммейт с девятки, который всю работу такие сделал с дигла. А вот игрок, оставшийся за атаку последний, не понял, откуда этот дигл стрелял. Какая-то фантастика. Он там что-то искал, там в воде, там землю смотрел. Смотрел, он думал, что это был выстрел с зигзага, а это был выстрел с девятки. Ну, ответили, ответили пистолетами на пистолет, ребята, тоже неплохо. Короче, антилогичная антилогика. Так, друзья. Ну что же, восьмой раунд. Все-таки за командой Ликвид, шестой Энерджи. Ну, только что отдали, потеряли деньги. И теперь уже у них там Юнпик, Мак-10, Дигл, Калаш и АВП. Это все очень плохо. Не берешь этот, ну, просто провал. Просто провал. Сейчас 10-5, Ликвид легко выходит на этот счет. Ну, не факт, что легко. Ну, на 9, по идее, должны. Ну, посмотрим, конечно. Ты тоже пытаешься вспомнить, о чем мы говорили? Нет. Я пытаюсь понять, как нам не показали повтор этого момента из Дигла. Там, наверное, повторчик на Бласте в Лос-Анджелесе уже съездил куда-то в мексиканский район и отдыхает. Так, ну и Нитро еще бы посмотреть было бы неплохо. Ну, Нитро, вот этот момент с Диглом, потому что это самое, наверное, самое глупое, что можно посмотреть этот вот повтор из Дигла. Но он реально суровый, просто суровый. Так, ну что, нам добавили звуки залом, наконец-то, хоть стало слышно. Ну, там, видимо, что-то параллельное сейчас происходит. Нет, понятно, это традиционный Бласт. Да, матч, идущий параллельно, это всегда интригует. Ну, и это все, да, бразильские болельщики. Слушай, бразильцы на Мираже взяли шесть первой половине у Клоуд Найн. Ой-ой-ой, что тут с Элиджем, друзья? Как он ошибся только что на свитче, и в итоге тут реально можно попасть в историю. Так, ну что, самый важный и самый сильный эпизод мог быть сейчас от снайпера команды Ликвиду. Его продавили, меньшинство для жидких, и оно было уничтожено. Раздавили нафа, ну и потрясающие, на самом деле, шансы на то, что эта половина может даже закончиться не 9-6, а 8-7. Во-первых, Элидж как-то не очень уверенно сыграл. Во-вторых, Нитро вот вновь там пытается. Он то раунд играет супер великолепно, то пытается какие-то вот эти вот супер шоты дать, когда банально нужно просто встать и попасть в обычный простой выстрел. Жестенько разыграли против Цвиста, но и тот парень не промах. Шифтом озадачил, но минуса так и не сделал. Кстати, моя ставка на вторую половину, что у Ликвид вообще проблем не будет. Если не брать в расчет пистолетку, то оружейные раунды, скорее всего, парни будут играть строго в свою пользу, и мы там будем видеть, возможно, доминацию. А Церка не боишься того, что этот парень не тот Церк, который был раньше? За защиту сложнее будет это сделать. В атаке не вопрос. Ты двигаешься за защиту, ты не двигаешься. Все просто. Ну, как раз на оверпасе можно очень много двигаться. И банан поджимать, и длина у тебя, и туалет. Да вообще, этот Алик на самом деле можно где угодно ставить, но к этому должна быть готова вся твоя команда. Ну что, пробуют прибить Элиджи в подвале, проверят, не проверят, непонятно, но Тарик игрок опытный, должен проверять каждый угол. Да ладно! Вот он опытный! Не, ну знаешь, как Элиджи обидно? У него просто сейчас... Конечно. Вся жизнь прилетела перед глазами в момент, когда он промазал по этой голове. Ну да, твоя команда форсит, тут уже у тебя денег нет. Ну, очень нужен был этот entry kill, вот к нему выходит затылком соперник, и ты не попадаешь. И шансы на 8-7 хорошие получаются для Энерджи. В принципе, для атаки, если, конечно, 8-7 ее в свой поле заканчивали, можно было бы поставить удовлетворительно. Но я уже представляю, что Liquid будут делать за атаку, и мне немного страшновато от этого становится за Энерджи. Ну это же оверпасс, ну могут они здесь биться, могут, могут. Конечно, атака не очень хорошо пошла, но все-таки за счет вот этого предыдущего раунда парни реально, ну, уже почти сделали себе счет 7-8. Ну и Liquid все. А там пистолеты, так еще одни, и понеслась. Бомба установлена, и ситуация закончится в пользу Энерджи. Ну тут защита еще что-то пытается делать, есть девайс, неужели пойдут, что им делать? Это генерал, и не заметил второго Станислав. Сейчас получит в ухо, по идее, пульку, возможно. Нет, развернулся, четко по таймингу. Ну, наф его забрал, да. Ну а дальше как выходить нафу? Тут три ствола на монстр смотрят. Он пытался, пытался красиво в этом раунде закончить выступление, но все случилось, как случилось. Ну что, о чем сейчас будут общаться ребята из команды Liquid, это, конечно, все очень интересно, но... Ну что делать Энерджи? Да, что делать Энерджи? Энерджи нужно тащить, вот в принципе, мне кажется, у них там чуть ли не нет права на ошибку, им реально с первого раунда нужно, как говорится, работать и очень много. Вот, кстати, пистолетные раунды у них хорошо получаются, и даже с дабсом в составе они хорошо получались. Что нужно, выиграть старт, выиграть желательно первый оружейный? Выиграть оружейку обязательно, надо... Ну, вообще, с двумя пистолетными раундами можно выигрывать карты, выигранными и не отданными форсами. С двумя пистолетными раундами, по идее, нужно выигрывать карты. Мне вот честно кажется, что Энерджи будет попроще в обороне, но, опять же, Энерджи очень сильная команда, мы знаем, как они тоже умеют действовать здесь за атаку, у них есть масса интересных вариантов. Последние ивенты, смотря оверпасс, мы видели доминацию атаки, только доминацию атаки. Если не брать в расчет... Ну, здесь мы смотрим дерби, да, это единственный нюанс, по которому, может быть, защите будет чуть удобнее, но на деле... А на деле защите кто хорошо играет? Нави, вот эти же самые ребята из Энерджи, кого там еще? Ну, Астралийс будем... Вот у бразильцев в один момент была очень хорошая форма за защиту на оверпассе. В один момент, я уже не помню точно в какой, но это месяца 4 назад было. Просто когда Саша идет на поджим, с этим... G2 жесткая защита, G2 это в обязательном порядке стоит вспомнить, мы смотрели их несколько выступлений. И, кстати, один из инвентейшнлов от GGB был как раз-таки в финале G2 играли с Liquid. Да, 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 вот, опять же, защита действительно очень хорошая также у французов и отлично отыгрывается с маски там на банане. Виталити тоже могут на этой карте за защиту, но все же пока... Сколько про G2, извините, что перебил, а я подумал про Виталити. А, ты подумал про Виталиту. Да, я сразу Зиву, вспомнил его позиции. Ну, кстати, французские команды, к великому удивлению, на самом деле не к великому удивлению, просто время прошло, прогресс пошел, игроков поменяли. Французы начинают пока что выбираться в тир, и, знаете, это привет Дании. Если где-то год назад мы все думали, что там вся Дания сейчас будет в топе, то... Французы немного отдохнули, так пару лет, я бы сказал. И, знаете, что самое интересное, первое впечатление о команде G2, например, да, в сравнении с Виталити, ну, ты просто сидишь вот так. Но после пары ивентов мы увидели совсем других французов, и французская сцена возвращается. Я все жду уже... Нет, там кейс попадает. Я уже жду 10 лет, когда... Шок стабилен. Назови мне две команды в СНГ, которые борются с топом. Две команды в СНГ, которые борются с топом. Ну, на СНГ. Две. Две? Да. И теперь вспомни, что было 10 лет назад. Ну, было 3-4. Ну, была команда Na'Vi и все остальные, кто борются с Na'Vi. А вот чтобы бороться с топом наравне, там, я не знаю, хотя бы выигрывать карту, ну, разве что там Moscow Five один раз это сделали. Так всегда были и Moscow Five, и еще там были какие-нибудь команды. Сейчас, конечно, да, это обидно прозвучало, наверное, там, да, для игроков, для бывших игроков Веги, которые когда-то НИП там сломали на мажоре и все такое. Но это все было давно. Ну, это один турнир. Да, это один турнир. Промежуточные результаты, это одно. Вот, когда дело касается каких-то серьезных... Ну, результаты команды должны сходить на протяжении года. Ну, на дистанции, да. Так, друзья, GGB дает нам следующие коэффициенты на второй пистолетный раунд. Верят они в Liquid. Так вот, когда появится команда в СНГ, которая сможет обыгрывать и Na'Vi, и топовые коллективы из первой восьмерки... Она уже есть. Тогда я... Не хочу залазить. Вот, не скажу, что сделаю, но сделаю. А у нас пока что выход на базу B. И Элиш прибивает Бриза. Зику брали, но здесь супер засада, которая должна сработать, которая должна была сработать, но не сработала. И цирк остается последней. Ну, и сейчас этому болгарскому персу предстоит по полной собраться и попытаться наказать хотя бы... Ну, на самом деле, наказывает одного. Можно брать инициативу в свои руки, но нет. Здесь просто Элиш не дает пройти. Герой этого раунда пробил базу B. С первого пистолетного раунда до второй половины все уже идет немножечко не по плану. Energy не удалось им все-таки как можно быстрее вернуться в игру и даже вырваться вперед. Будет не самый простой, как всегда, первый оружейный раунд за защиту. Да, Игорь, вообще, если вернуться к предыдущему разговору, то ты абсолютно прав. Когда у тебя нет внутри сцены большой серьезной конкуренции, то на мировом уровне команде топовой сложнее. Ну, вот сейчас подходят форзы. Форзы подходят, да. Я надеюсь, что они там не развалятся, сохранят состав, будут так же работать вместе, как и дальше. То, что Чикаго их не расстроит, и то, что это команда, которая сможет конкурировать с нами и остальные подтянутся. Сложно, когда у тебя 2-3 команды не играют и не борются у себя хотя бы в регионе. Хотя, опять же... Просто за что бороться в регионе? Да, да. Вот в чем вопрос. Тут и турниров нет уже все, ты должен бороться за мировой уровень. Нет, хорошо, конечно, куда стремиться, но какая-то площадка должна быть. Короче, время идет, но ничего не меняется, и менталитет берет свое. Вот такое у меня мнение насчет нашего КС. А Navi я вписываю, наверное, знаешь, вот в разряд исключений, потому что уже когда первый раз они собирались, это был тогда вообще фурор во всем СНГ. Все просто в шоке, типа, чуваки, вы что, вы только же переехали МТВ, 2-13, как? Как вы их от компенчили? А еще трейн был там, вообще ужасный трейн, друзья, за атаку ты ничего не можешь сделать. Ты рассказываешь ночной кошмар зоник. Ну да, и в итоге других таких моментов пока не было. Эти парни тащили 4 чемпионата. Короче, ждем исторический врыв от СНГ команд на мейджор. А у нас пока что исторический врыв для команды Liquid на базу А. А здесь болгарский перец и его собратья, которые не справились с поставленными задачами. Ну, здесь слишком легко. Вообще, знаешь, ты вспомнил старую команду Navi, но тут такой, знаешь, сложный период. Тот состав команды Navi, это была эволюция украинского КСа за последние 10 лет. А туда вошли вот все эти ребята, которые должны были войти. Это я все прекрасно понимаю. Но там... Те, которые 10 лет ждали до момента. Просто меня больше, знаешь, что поражает в той ситуации? Navi крутые, красавчики. Меня больше поразило, что на тот момент Арболетт финансировал две команды. Ну да. Вторая появилась после неудачи первой. А, да. И там я вообще не понимаю. То есть, если бы у United получилось, то бы и Navi не произошло. Ну, короче, целая история. Древняя, бородатая. Я не знаю, почему мы о ней говорим. Давай вернемся. Да потому что Energy здесь просто доигрывают. Наверное, поэтому. Я думаю, все наши зрители это понимают. Чатик, вы же понимаете, что здесь Energy доигрывают. А Liquid выигрывают. Плюсик в чат, кто догнал. Ну, подожди. Я жду авика Церка. Я жду их последний шанс. То, что они вот с оружейного раунда попытаются выйти на какую-то серию. Ну, все-таки шанс есть. Смотри, смотри. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Чики-бом-бом. Чики-бом-бом. Это был настоящий Чики-бом-бом, друзья. Ну и Церк. Ты ждал Церка? Смотри, он тоже ждет. Он тоже ждет, пока его тиммейты делали чики-бом-бом. 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 Церк. Церк. Они специально говорят, нет, ребята, вместе не прыгаем, давайте по одному. Они такие, мы по одному. Я ловлю. Перекличка по... Твист аж снял очки. Я говорю, твист в этой игре, у него и зрение прошло, и вообще все здорово. Не, видимо, жарко в зале. Видно по лицам, что все, к сожалению, потеют. Но все-таки Лос-Анджелес. И, возможно, там, не знаю, очки потеют. Это тоже может быть. Не, ну это жестко сейчас было, конечно. Вот этот десант. Причем Церк понимал, что там соперник. Сам не жалко, потому что был красный, понятно. Но эти трое, это настоящие три богатыря североамериканской КС-сцены. Так. Найстрай, Стюи. Монстр. Надо убивать монстру. Куда же вы? Короче... Не-не-не, это отмена, ребята. Это отмена, да. Это раунд имени трагедии. Без шансов от Бриза. Ну и надо зигзаг наказывать. Не подпускает Станислав к своему оппоненту, к своему тиммейту, вернее, сопернику. Забирает Элиджа. И попытка на халяву ворваться на базу Б заканчивается халявным раундом для команды Энерджи. Слушай, ну и Ликвид так и очень часто делают. Первый оружейный раунд. Когда они... Точнее, не первый. Когда они оставляют эти формилки, они вот следующие обычно... Точнее, да, получается, первые играют вот так вот. Быстрый под Б. Когда у них есть одна-две формилки. Так, дымок на монстра, причем внешний. Самый, наверное, неприятный дым для игрока, который пытается люркерить, ну, например, с АВП. За атаку на монстра. Ну что же, Тарика. Ну, по-моему, ожидают, да, что возможен поджим сейчас ребята из команды Ликвид. Ну, давайте посмотрим, как они здесь будут выходить. Пока что нитро. Ну, проверяют Тарика на стенке. Ну, знаешь, казалось, что это будет байт сетап, но оказалось так, что это был продажа. Продажа раунд. Ну, да, Тарик. Ну, я пошел. Пока. Ну, как-то там... Ну, Ликвид тоже красиво сыграли. Молик дали, прогнали сначала АВИК, чтобы он не мог прикрывать на случай, если есть игрок в упоре. И расправились с игроком в упоре, причем даже не напрягались. Я вообще считаю, что лучше втроем сжать в такую ситуацию, если вы вот на такое вот решаетесь. Ну, там понятно, если зайдет инфа сопернику, они увидят третьего и вообще страшная история может произойти с защитой. Вот она, первая неприятность. Отваливается Церк. Тут же теряют Эллиджи ребята из Ликвид. Ну, и пока что банан 50 на 50. Ну, а так есть еще Нав под базой Б, который может начать сейчас выход в том направлении. И, скорее всего, от его информации будут играть. Так, Бриз. Да, в смоках. Выход против Бриза. Ну, мутится в ЗИГ. Успевает пройти в ЗИГ, выцепляет Стюи. Слышит то, что вся банда прошла на монстр, но на базу Б он уже выходить, скорее всего, не станет первым. Ну, видишь, не всех слышал. Он, видимо, двух зацепил по звуку, а третьего не услышал. Ну, ждут подвала, а тут посмотри, какая ситуация. Бомба, кстати, как стоит. А вот бомба стоит, на самом деле, нехорошо. Если удастся звену Зигзага сыграть, то парни из команды Ликвид попадают в неудобную ситуацию. То есть сейчас здесь никак нельзя умирать Нитро, нельзя умирать. Они даже не ждут Зиг. Все, Нитро говорит шорт и девятка. Ну, все, Зигу услышали, расправились. Девятку увидели, расправились. Ну, и еще один игрок Зигзага. Это должно быть очевидностью. Для Нафа точно. Отличный хэдшот, уверенная бомба и достаточно скользкий маневр. Вот в той ситуации, где Брис мог предотвратить вообще взятие этого раунда для Ликвид и наказать как минимум двоих на выходе. Капитан Америка вновь всех наказал и четко инфу дал, когда уже бомба стоит. Этот первый минус на банане и дальше разыграл великолепно. Так, АДР-0. Поломался АДР, ну, бывает. АДР-0, ребят. Мы смотрим, это игра холостына. Ты знаешь, как типа в Германии же запрещен вот этот вот КС, там с кровью в какой-то момент был. Сейчас я не знаю, как там дела постоят. Ну, помнишь, там на ESL Pro League в Сурсе, тогда она еще не ESL Pro League была, а Bundesliga. Отключали кровь, отключали кровь, это вообще безумство. Там чувак ложился как бы, да, типа как заложник. А здесь можно просто показывать АДР-0. То есть они играют холостыми, это все не по-настоящему. Вот и Церк, наконец-то, включает СВП минус Тьюи. Есть интрикил для команды Энерджи. Ну что же, 8-12, Энерджи больше. Вам не простят этих ошибок. Дымолаз! Турецкий Дымолаз из Северной Америки не справляется с поставленной задачей, пытаясь сыграть красиво и коварно, становится жертвой этой неловкой ситуации. Наф. Вот Наф, кстати, Станислава проходит спокойно. Элджи не может. Наф поможет. Друг друга не очень любят. Брис, Итан, ну тут уже сложновато. Похоронные, да, похоронные раунды здесь пошли. Кстати, я думал, что Станислав все-таки сделает этот минус. Но, правда, он немножечко зачастил с этой позиции. Там можно такой круг мелом начертить, как он стоит, играет. Кстати, да, он что-то с этой мусорки вообще никуда не уходит. Он там тусуется прям каждый раунд. Да, и даже сейчас он видел раньше соперника, но Наф уже просто с префом вышел, походу, на него. Даже если ваши родители смотрят эту трансляцию, даже они уже понимают, где стоит Станислав. Так что... Так, что-то там кричат болельщики. На бразильском, наверное. Да, скорее всего. На бразильском, ТАФ. На португальском. Бой системы ночной. Да, друзья, с боя системы ночной. Нам просто надо... Завтра мы будем посвежее. Тяжело так адаптировать все свои силы под вечер, но ничего страшного. Да, все нормально. Я полон силы и энергии, друзья. Просто пытаюсь посмотреть. Да, 12. Так, а ну, ютуберы, звук нам чуть-чуть прикрутите. Я буду спойлера запускать. В общем-то, 12.10. Клауд Найн на Мираже пока что впереди. Был против мебров. Ну что, тройкой на... Ну, знаешь, очень... Зевс даже не на последнем месте по фрагу. Но это уже другая история. Да я в Зевсе вообще не сомневался. Вообще красава. Он, на самом деле, он хороший игрок, как бы, и в прошлом. И всегда может есть что сесть и не заруинить за тиммейтов. Но, понимаешь, штука такая, что вот очень много нюансов, микромоментов. И ты должен всегда оставаться в тренде, чтобы быть эффективным. И сегодня мы видели Зевса, который был не в тренде. Если сравнить его выступление, например, за ту же команду Liquid, где он был тренером, играл на мажоре, как вынужденная замена. Там он просто, ну, был синхронизирован с действиями своих тиммейтов на все 200. Так, а теперь, Игорь, пару слов о том, что только что произошло в этом раунде. Чки-бом-бом, чки-бом-бом. Смотри, 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 смотри. Как они его душат, просто они знают, где он. Защита Energy просто развалилась. Стюи уже на сумасшедшей, плюс морали. Стюи уже в финале. Но они уже, они понимают, что это все где-то не те Energy, которые даже с Дапсом были. Это ребята пока еще не формируют. Знаешь, этот турнир просто тупо, как игра на поинты на фейсите для Liquid. Только у них не поинты на фейсите, а поинты в рейтинге. Что там опять у Стюи случилось? То ли тут он поругался немножко, нам это показали. Звук вновь? Тренер Energy все еще хочет зафорситься, судя по всему. Самый спокойный тренер вообще, который существует. Просто да, у него команда форсится 8 подряд на одном из турниров, в самом важном матче, на вылет. Ты опять что-то плохое вспоминаешь. Я думаю, что парень спокойный. У него свой стиль. Так самое главное, что он спокойный. Команда проигрывает, он спокойный. Команда выигрывает, он спокойный. Ты знаешь, это как самый спокойный продавиация. У него ничего не покупают, но спокойно. Видимо, на зарплате. Да ладно! Серьезно? В 2019-м вот это да. Да я про продавца все забуду вообще. Про продавца. Мы сегодня с тобой вообще друг друга не понимаем. Я понял. Ну ладно, друзья. Не будем отходить от тем. Давайте посмотрим, что в очередном раунде покажут Energy. Ну вот поджим втроем. Стрельнул раз и все, и убежали. Даже не собираются здесь драться ребята. Просто отошли изначально. Отсадка на бананах. Судя по всему. И туда Молик прилетел сразу же. Так, ну что? Еще раз? Давай. Давай. Давай, давай. Ну, да, не самый, конечно, тайминг. Не, ну должны понимать, что тут либо длина, либо ушли. Если гранаты летят, да, длина. Тут провокационная флешка от Церка. Хотел на гранаты, видимо, сейчас развести оппонента, но... Близко, максимально близко, но каким-то чудом Элидж умудряется спастись. Так Церк накидывает смок тиммейтом. Ну, здесь уже позиция Тарика должна сработать. Все, она уже... Кстати, его могут проверить. Стюви может сейчас проверить. Да, Стюви прочекал. Стюви прочекал и не должен Элидж. Он не видел подсадку из-за дыма, да. Он не видел ее из-за дыма. Вот на самом деле, если сейчас умирает Элидж, все, поплыли. Второго уже ищут. Молотов под себя, но это... Так хорош даже не был Девс. Он его почти под себя кинул, как дым. Возможно, Стюи реально не заметил эту голову. Он там черный пиксель, там под смоком. Под себя нормально. Ну что, Итан, враг не прошел. Ну да, он спасался, понимаю, что смерть неизбежна в этом эпизоде. Но выиграть пару секунд для тиммейтов можно. Но с другой стороны, ну, ребята, ну, вы знаете, что там есть игроки. Вы играете эту подсадку в расчете на то, что ее не проверят. Но стадия раунда уже далеко не ранняя. Она не ранняя, она поздняя. Внимательность и концентрация. Фулл фокус от Liquid. Там реальности сбил немного. Итаник засуетился с вертой. Да, да. А от Liquid был фулл фокус просто в этой ситуации. И рассчитывать вот за счет такой подсадки забирать раунды, это не... Ну и вот тебе защита, где ты хотел, чтобы Energy было за нее играть немного удобно. Кстати, играть им вполне возможно удобно. Но в серии раундов и самих раундов нет. Один выиграли и все. Ну вот я именно такой игры и ожидал. В принципе, здесь ничего нового для нас с тобой нет. Ну и там, допустим, плюс три там пистолетный там, ну либо два выигранный там первооружейный. Там уже что-то там у них 10, 11, 12. Там может быть экономика была еще шанса как-то побороться. Но мы видим, что Liquid просто настолько собрано действует, настолько четко играет сейчас команда, что... Ну тут, наверное, уже GG 4 в 5 ситуация. И опять же девайсы вы видели, которые закупили Energy. Тут лишний раз без комментариев. Очень сложная ситуация. Фамос, МПшка, Двенки, 4 в 5 ситуация. Ну и ты берешь всего лишь один раунд здесь за защиту и, опять же, играешь с первой командой мирового рейтинга. По-прежнему, говорю, для меня Energy самая непонятная команда. Вот с самого начала вот этих врывок первых у StarLadder. Так, удачи для Naf'а. Посмотрим, пробьет ли сейчас монстр игрока атаки. Там хороший шанс у Элиджа на выход. Есть минус, но тиммейт уже успел подойти. Что скажет Брис? Брис второго забирает. Еще третий минус. Брис, шикарный хэдшот. И один на один против Стьюи. Вот он, момент истины для двух этих игроков. Ну, Стьюи не парится. Ожидает сейчас Мачинский. Просто с него начнется этот заход. А у Бриса позиция, которую Стьюи, скорее всего, даже не проверит. Ну, Брис на два фронта уже может работать. Стьюи аккуратничает. Ну, понимает Стьюи, что ему дают играть. Должен посмотреть направо. Не, не смотрит. Брис закрывает этот раунд. Шикарная игра топорника базы Б команды Энерджи. Жаль, что все это происходит уже при отданной ничье. Очень поздно, да. Кто там посредний вот на монстре у Ликвид был? Второй из двух оставшихся. Я так и не понял, что он там смотрел на Бриса. Нитро. Как он повесил, конечно. Ну, по идее, вот такой момент с экрана Нитро бы посмотреть. Как он не попал и не забрал только что. И не закончил матч. Ну, что же. Попытка номер два. Закончить эту карту для команды Ликвид. По-прежнему у соперников не самые лучшие девайсы. Да, по гранатам неплохо. Кстати, сразу же вот на такую, знаешь, зону риска вышли ребята из Энерджи. Решив сыграть максимальное укрепление позиций база. И этот риск оправдывается. Реально оправдывается. Ну, все. Нитро плюс Нав. Тарик. Да нет. Я еще сам по флешечке разыграю. Да, Тарик тут вообще душит просто капитально. Просто красавчик, конечно. Но, правда, забрал его Нав. Но ситуация для команды Ликвид не самая лучшая в этом раунде. Самое главное сейчас не сотворить какую-нибудь дичь. Вроде там отдаться вдвоим или одному хотя бы. И доиграть этот раунд. Ну да. Никого не отдав. Потому что супер агрессивно делают парни. И поджимают уже. Вот и пожалуйста. Привет от Нафлая. Минус два. Точка за бомбой. Вот это Габелла. Тут бомба. Тут бомба. Повезло, что Молик был у Нитро. Да, Молик вообще настолько своевременный. Сырена Станислава. Он в шоке. Он понимает, что они прошли банан. Но он тут четко знает. Но игроки... На самом деле игроки Ликвид сейчас недооценивают, насколько им повезло в этом эпизоде. Вот сейчас они понимают уже. Ну, сейчас уже понимают, да, что защита, скорее всего, играла... Что? Куда вы, парни? Он подумал, что это будет база Б. Так они оба, куда Брис бежит? Он подумал... Они подумали, что они ушли через КТ на базу Б, но бомба стоит на... Э, Н, Р, G. Они бы это быстро не поставили. Как? У них что там, телепорт? И он такой, только смог появился на точке. И я второй... Сегодня кого-то ночью будет наказывать Шахил. Возможно, даже это будет... Слышит, не слышит, слышит. Да, да, все. Тут уже мувмент. Но Нитро здесь образцово разыгрывает этот эпизод. Бой, повесил хэдшот про стрелу, да ладно? И он успевает. Он успевает это сделать. Нет! Не успевает, друзья, последняя секунда. И Ликвид выигрывает этот травм. Боже, как же тупанули Энерджи. Да я же тебе говорю, они слишком могли... Куда они все полезли? Ты, наверное, просто переволновались. Как бы... Просто это жесть была. Да, вообще непонятно, что с ними случилось. Здорово, Зевс. Как дела? Да, нам должны были... Зевс он тащит вообще так, обогнал по фрагам. Что происходит? Непонятно. Ну, ожидаемый результат. Воспользуюсь минуткой рекламы. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Если вы смотрите эту трансляцию, если вы не сотрудник Старладера, обязательно подписывайтесь. Ну, и мы в ожидании следующей игры вместе с Таффой. И, если честно, после этого матча уже как-то даже грустно, что мы смотрим за Ликвид, которые... Всех мочат. ...которые просто мочат. Они реально мочат. Ну, после Кёльна этого следовало ожидать. Для них такие матчи, на самом деле, должны быть легчайшие. Подожди, Игорь, какой счет? Где? 15-12, Клаудов, матчпоинт. Да? Так уже обогнал Зевса. Так обогнал Зевса? 15-13. Это достижение явно. В общем-то, друзья, всем бежать на Старладер 10. Может быть, он у вас уже открыт, но там нужно досматривать интересную концовку. Бров, Клаудов. Буквально там последние раунды. Поэтому забегайте к нашим коллегам. Ребята комментируют. Да, ребята комментируют там, на 10-м канале, друзья. Ну, а мы для вас вместе с Таффой будем комментировать. Следующий матч это будет Фейс против Клоуд Найн. И это будет карта Мираж. И обо всем этом, включая то, что произошло сейчас, я, кстати, очень надеюсь, что будут повторы. И будут клипы с Твича вам аналитики показывать. Потому что то, что делал Нитро, это эпик. Слово студия аналитики после небольшой рекламной паузы. Твича вам аналитики.